Храм во имя сошествия Святого Духа на апостолов, который часто называют Чувашская церковь, находится в уникальном живописном месте Ульяновска. Совсем недалеко подземная река Семвирка впадает в реку Свияга, а буквально в нескольких метрах раскинулся пешеходный Свияжский мост. Сама церковь располагается на территории комплекса объектов культурного наследия регионального значения Чувашской учительской школы, основанной видным педагогом-просветителем чувашского народа Иваном Яковлевичем Яковлевым. Мы попали в храм в тот день, когда ее впервые посетил новый митрополит Семвирский Новоспаский Иосиф. У входа в церковь владыку встретил настоятель храма и иерей Владимир Маняков, священнослужители и прихожане. Колокольный звон возвестило прибытие архипастыря. После торжественной встречи началось архиерейское богослужение. Разделить радость архиерейской службы с другими прихожанами храма пришла историк Ольга Николаевна Новосад. Поговорим сегодня об истории Чувашской церкви. Но говорить о ее истории и не упоминать имя Ивана Яковлевича Яковлева просто невозможно. Это великий просветитель чувашского народа, создатель чувашской азбуки. Это выдающийся педагог, миссионер, у которого была сложная биография, но на его пути жизненном встречались люди, имена которых оставили неизгладимый след в его жизни. Атмосфера в Чувашской церкви особенная, отличается от других храмов. Может потому, что не утеряна связь веков. Здесь каждый своей клеточкой чувствуешь дыхание прошлого. И, услышав церковное пение на чувашском языке, как бы возвращаешься в ту эпоху, когда порог храма переступал великий чувашский просветитель. Еще будучи гимназистом Симбирской классической гимназии, Иван Яковлевич Яковлев задался вопросом о том, как посвятить чувашский народ. Дело в том, что на тот момент, в 60-е годы позапрошлого столетия, 19 века, в нашей Симбирской губернии было 305 чувашских селений, где жило 100 тысяч человек чувашей, но у них не было ни одной школы, где бы велось преподавание на чувашском языке. И Иван Яковлевич Яковлев, еще учась в гимназии, начал заниматься репетиторством. И вот деньги, которые он от этого получал, зарабатывая, он пускал в ход для того, чтобы организовать чувашскую школу. В 1870 году Яковлев окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Казанский университет. Когда Яковлев учился в Казанском университете, у него произошла встреча, которая, в общем-то, стала такой основополагающей на всю его оставшуюся жизнь. У него был преподаватель профессор Ильминский. Он дал ему направление в этой жизни. Он посоветовал ему начать переводить Евангелие на чувашский язык. И это, в общем-то, стало делом его жизни. Яковлев переводил Евангелие долгие годы, до 1911 года. Но главным в то время стало составление с помощью Ильминского нового чувашского алфавита, основанного на кириллице. По окончанию Казанского университета Иван Яковлевич получил должность инспектор чувашских школ Казанского учебного округа, куда как раз входила и Симбирская чувашская школа. В 1877 году Яковлев купил вот этот участок земли для того, чтобы здесь как раз и организовать чувашскую школу, которая потом стала учительским институтом, семинарией. И сегодня это вот такой просветительский центр, музейный центр, на территории которого находится и духосошественский храм. Территория была большая, но храма здесь первоначально не было, а в основу деятельности школы Яковлев заложил именно религиозное воспитание. В 1881 году по заказу Ивана Яковлевича инженер Аполлон Иосиф Игнатьевич Львович Кустрица составил проект переустройства одного из зданий этой школьной усадьбы под храм. В 1885 году эта церковь была освящена епископом Парсонофием во имя сошествия Святого Духа на апостолов. После преобразования чувашской школы в учительскую школу и последовавшего за ним увеличения числа учащихся, церковь стала тесной. К тому же ее стали посещать жители домов, находившихся по соседству со школой. Попечителем этого храма был Николай Яковлевич Шатров, известный меценат, купец симбирский, который предложил расширить этот храм. И позже это здание было перестроено, но уже в конце 19 века, 1897-1898 годы, по проекту Михаила Григорьевича Алякринского, но на средства как раз купца Шатрова. После переустройства храм стал двухсветным, то есть двухэтажным. В восточной части здания пристроили одноэтажное, имеющее форму полукруга, помещение для алтаря. В центральной части южного фасада устроен входной кирпичный тамбур. Церковь была освящена 29 ноября 1898 года епископом Никандром. Внутри здания на первом этаже располагались классы женского отделения, а на втором библиотека. Сохранилась лестница, ведущая на второй этаж. Сейчас по ней можно пройти на хоры. Основная заслуга в постановке церковного пения на чувашском языке принадлежит Андрею Петровичу Петрову в Туринге. Он автор впервые переложенных на ноты чувашских песен. Андрей Петрович из воспитанников Симбирской чувашской школы организовал хор «Мальчиков». Он обучал детей игре на скрипке, вел учебный предмет по теории музыки, собирал чувашский фольклор. С 1881 года Андрей Петрович стал священником. Характерными чертами домового храма были его строгость и простота, что сохранилось и до сих пор. В дубовом иконостасе, изготовленном самими учащимися школы, размещались 11 икон, выполненных казанским цеховым живописцем Спиридоновым. Мальчики выполняли очень интересные и сложные работы. Например, для музея Гончарова на Венце они выполнили двери. Для лютеранской кирхи они сделали рамы для окон. Они выполняли такие работы по производству. Там сейлок, вейлок, бороны выпускали, лопаты, тачки, ульи делали. В 1909 году усадебное место, расположенное по соседству с храмом, было пожертвовано шатровом школе. На пожертвованной усадьбе на его же средства в 1909-10-х годах было построено отдельное каменное здание, состоявшее из двух этажей и подвального, под одной его третью. Это дало возможность разместить в новом здании и ученическую кухню со столовой, учебной классы, спальни и несколько квартир учителей. В коридоре нижнего этажа этого здания совершались общие утренние и вечерние молитвы. Здесь служил священник Никифоров Василий Никифорович, который преподавал еще здесь историю и географию. У него была совершенно уникальная географическая карта, на которой были указаны не только растительный, животный мир царской России, но еще и конфессии, которые существовали тогда в царской России. И вот эта уникальная карта находится сегодня в школе номер 6 в музее школьном. Совершенно такой необычный раритет. Известно, что 5 февраля 1899 года Василий Никифорович был рукоположен епископом симбирским и созранским в священнике и назначен законоучителем женского училища при Симбирской чувашской школе. Также в чувашской школе преподавал Дармидонтов Иван Дармидонтович, который тоже был не только учителем закона Божьего, но и священником. Накануне революционных событий 1917 года он стал настоятелем Чувашской церкви. Именно у него были ключи от храма, когда его закрывали. Все домовые церкви в Симбирске закрывались в 1918 году, но Духосошественский храм был закрыт в 1917. Сюда пришел благочинный домовых симбирских церквей, отец Дмитрий Ахматов. И с отцом Никифоровым они пришли в церковь и увидели ее в страшном состоянии. Как он писал благочинный потом в докладе, в рапорте архиепископу, храм находится в таком печальном и беззащитном состоянии, что, по моему мнению, его необходимо срочно перенести в приходскую церковь целиком. В скором порядке все ценные церковные вещи были перенесены в приходской храм, которым являлась Богоявленская церковь. В 1919 году Чувашская школа была преобразована в учительский институт, но на его базе не были учтены чувашские особенности. Иван Яковлевич Яковлев остался не у дел. 25 ноября его освободили от должности. Те времена хорошо отражаются в дневнике Александра Владимировича Жиркевича. Яковлев пришел ко мне, постучавшись в запертые изнутри двери. В церкви он был, видимо, впервые после ее закрытия. Грустно, молча обводил он оставшийся иконостас и киоты глазами. Он был жалок. Стал указывать мне разницу в размерах нижней и верхней частей иконостаса, потом замолк. Вошли мы с ним в алтарь, конечно, без шапок. Желая утешить старика, я ему указал на портрет Эльминского, который будет висеть на почетном месте. Но тут же стояли портреты Троцкого, Ленина. Рядом с ними литография, изображавшая главные эпизоды жизни императора Александра II. На литографии какие-то идиоты вырезали голову царю-мученику, замарали лицо его на других частях картины. Все это, видимо, коробило Яковлева. С 1956 года почти 30 лет на месте бывшей Чувашской школы располагалась школа-интернат номер 16. В здании храма находился спортзал. Только в 1985 году все здания Чувашского комплекса были переданы в состав государственного историко-мемориального заповедника Родина Владимира Ильича Ленина. 1 ноября 1991 года церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов города Ульяновска освящена епископом Ульяновским и Меликесским Проклом. Как приходская церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов зарегистрирована 10 сентября 1993 года. Сейчас она воссоздана практически в первозданном виде. Долгое время ее настоятелем был игумен Игнадий. Сейчас, как было сказано ранее, настоятелем церкви является Ильрей Владимир Маняков. По словам отца Владимира, приход достаточно большой, поскольку в храм съезжаются Чуваши со всего города и близлежащих деревень. Также при храме есть своя воскресная школа для детей. Народ не оставляет в любых ход. То есть мы занимаемся и для своих нужд издаем литературу на чувашском языке. То есть для того, чтобы Чуваши все-таки могли молиться на родном языке. Они счастливый народ. Я им всегда говорю, вы счастливый народ, потому что вы молитесь на родном языке. Потому что русские приходят молиться на церковном славянском. В храме находятся иконы великомученика и целителя Пантелеймона. Одна из самых почитаемых святынь не только в России, но и во многих других странах. Чтобы помолиться святому за здравие свое и своих близких, в храм съезжаются с разных концов области. На сегодня у отца Владимира есть мечта воссоздать иконы Беконастась в том же стиле, в каком они были при Иване Яковлевиче Яковлеве. Ульяновские мастера уже над ними работают. Желаем отцу Владимиру осуществление его задумки и дальнейшего процветания церкви, настоятелем которой он является. Редактор субтитров А.Семкин